Вот включили мозг и получите себе нормальную жизнь. А не сможете включить, значит будете впрягаться в колесницу своего хозяина. Тогда надо выбирать себе путь. Или ты выбираешь путь развития, путь, да, дерзкий путь, но путь развития. Или ты выбираешь путь деградации, моление лбом. Если, друзья, кто-то надеется, что в ближайшее время будут закончены похождения украинских войск на российскую землю, то не надейтесь. Потому что много говорится об этом сейчас в интернете, и Индия уже якобы отказалась стать посредником между Владимиром Путиным и Зеленским. Ну, представляете, да, уровень, уровень какой. Индия отказалась стать посредником. А что такое Индия для России, для Зеленского? Очень сложно. Значит, сложно ориентироваться в таких уже немыслимых шахматных ходах, когда на доску уступают люди, вернее, государства, которые раньше не участвовали в таких мероприятиях. И если вы предполагаете все-таки, что будут вестись какие-то переговоры, в скором времени не надейтесь. Я вам когда в начале войны, это было 2022 год, сказала, 10 лет плюс 5 лет. Это был мой прогноз. 10 лет плюс 5 лет. А люди говорят, нет, 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 вот, вот, вот сейчас закончится, вот сейчас закончится, вот уже скоро война закончится. И так много политологов, которые об этом говорят. Если они говорят, значит, они или хитрят, или ничего не понимают. Вот здесь как бы и так, и так можно расценить их деятельность. Я на многих думаю, что просто не понимают. И это понятно, да, они не политики, они просто блогеры. Ну, причем такие раскрученные известные блогеры. Но это не дает им возможности делать хорошую аналитику. Так вот, Мария Захарова сказала, что не надейтесь, никаких переговоров, никаких переговоров по Курску точно не будет. И кто-то уже говорил о том, что Россия и Украина ведут тайные переговоры. Но Мария Захарова сказала, Россия и Украина не ведут тайных переговоров. И что не верьте, если это говорят, Москва и Киев не вели и не ведут каких-либо переговоров по прекращению огня. А вторжение вооруженных сил Украины Курская область аннулировала эту возможность. Естественно, аннулировала. Далее она говорит, что никто ничего не срывал. Потому что срывать было нечего. Никаких прямых и непрямых переговоров между Россией и Киевским режимом по безопасности гражданских объектов. Критической инфраструктуры не велось и не ведется. То есть никто не собирается вас защищать. В принципе, вы понимаете, о чем речь, да? Безопасности – это АЭС. Так что не думайте, что где-то кто-то будет вести переговоры, чтобы у вас была безопасная жизнь. Что, не дай бог, какая-то радиация. Газовая труба, вот где подошли украинцы, да? Газовая труба. Но ее никто не будет трогать. Газовую трубу нельзя трогать. А АЭС? Ну, АЭС ее просто остановят, могут остановить. Понимаете ли, есть некоторые объекты, которые все-таки будут сохранять за олигархами. И олигархи Украины не тронут эти объекты на территории России. Что такое газовая труба? Ведь Газпром там на борде сидел и Шрёдер, сидели и другие бывшие президенты стран. То есть газовый конгломерат, он для всех, для всего мира, для всех детей, верхушки, правящей нашим миром. Не для людей. Поэтому никто никогда не подорвет газовые потоки. То, что творится на севере, это нечто другое. Здесь уже необходимо разбираться, почему вдруг на северном потоке-2 возникают взрывы. И на самом деле, куда ведет северный поток-2? Вот здесь необходимо начать сесть и разбираться, куда он ведет. Он что, в Европу ведет? Зачем он нужен? Есть труба, которая россиянская, идет через Украину. И достаточно? Этого газа достаточно. Как бы ни раздували сегодня скандалы, этого газа достаточно. А вот северный поток-2, он и идет на север. Он идет в ту новую страну, которую создал Владимир Путин. И куда уехали многие деятели? И туда идут и газ, и алмазы, и золото. Все туда перекачивается. А где оно? Или вы думаете, на Луну действительно? Может быть, на Венеру посылают ваши несметные сокровища? Ведь все форт-Ноксы пусты. Они пусты в Соединенных Штатах. Хотя Россия туда выгребала все свое золото. Форт-Нокс. Но вот в Швейцарии форт-Нокс, может быть, и не очень-то забит золотом. Но это не значит, что оно не в Швейцарии. Это как раз, наоборот, значит, что оно может быть в Швейцарии. А уже куда из Швейцарии оно уходит? Это, друзья, наверное, большой секрет. Большой секрет, потому что, видите ли, это ресурс, которым обеспечивают государства. Но насколько он важен? Вот у нас слиток золота – это как мера покупки, мера обмена, мера продажи. Это слиток золота. Но это не значит, что это действительно так будет всегда и будет так долго. Криптовалюту для того и вводят. Кстати, хотела вам сказать одну интересную вещь. Вы видели, как пишется слово «Сибирь». Она звучит, не знаю как, по-английски, но пишется «Кибер» через букву «С». «Сибирь» пишется «Кибер» через букву «С». Когда называли «Сибирь» Сибирью, а это новое название, это не старое название, это современное название, так тогда уже знали о Кибере. Вы представляете? То есть Сибирь назвали Сибирью и поместили название на карты где-то в начале 20 века, да? Ну, середина 20 века, потому что до этого были другие названия. И тогда уже знали, что «Кибер» будет «Кибером». Это Сибирь. «Кибер» Сибирь. Посмотрите название, как пишется. Наверное, как и во многих вопросах, нас будут обманывать и говорить, что это просто старинное древнее название. «Кибер» Сибирь. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Я хочу вам сказать, что сейчас вводятся режимы ЧС под различными мандатами и различными мотивациями, причинами. Допустим, вот пятый российский регион ввел режим ЧС из-за лесных пожаров. Раньше лесные пожары были все в июле, да? Иногда в марте уже начинались. Но сейчас март, июнь, июль были заняты другими вопросами. Поэтому пожары как бы случались, но не было большого приказа по всей России сделать флешмоб лесных пожаров. А теперь начали, потому что нужно отвлекать людей от войны, от захвата украинцами, они идут прямо на Москву, от захвата российских территорий. А в настоящее время Россия перебросила пять тысяч военных с территории Украины. Сняли с территории Украины и перебросили на Курскую область. Сделали новый котел, где будут гибнут люди. Просто будут гибнуть, и все. Мы не знаем правды. Мы можем что-то где-то ошибаться, когда мы говорим о том, как и что происходит в Курской области. Но мы знаем совершенно точно, что город Курск будет захвачен украинцами. Почему? Потому что они уже сейчас таблички вывешивают. И в начале входа, с одной стороны, где город Курск, уже русское название, табличку сняли и повесили таблицу заводского производства, не рукописную, а заводского производства, повесили табличку Курск, по-украинским. Если вы помните во время войны Второй мировой, когда русские шли на Германию, там они брали кусок фанеры и краской писали направление по-русски, прибивали на столбик, и это было направление. Видите, как это такая ситуация, при которой уже Украина знает, что она займет Курск и Курскую область, Воронеж, Воронежскую область, займет или нет. У меня детька был когда-то главой Воронежской области, воевал на фронте, Вторая мировая война, он там как раз воевал, на Воронежском фронте, а потом остался секретарем райкома Воронежской области. Это брат моей мамы. Ну вот уже российские новости, которые, знаете, обострение, обострение у людей, идет деградация мышления, озабление, потому что вокруг люди понимают нестабильная обстановка, входит снова нищета, нехватка продуктов будет, люди это все понимают. В Екатеринбурге мигрант избил до инвалидности, водитель автобуса. Водитель молил о пощаде и говорил, что у него трое детей. Но это не помогло. Русская община не оставила это безнаказанно и нашла этого мигранта. Ну, знаете ли, друзья, это так могут всякие ЧВК, хвалиться, рассказывать, какие они крутые. На самом деле, крутизны-то никакой нет в этом ни в чем. Вот, друзья, начали давать дату, дату давать 22 августа 24 года, что жизнь изменится в этот день и никогда уже не будет прежней. Я тоже говорила об этой дате, еще мы говорили с вами буквально, наверное, несколько недель назад, об этой дате, наверное, недели три назад говорили. А теперь Евгений Подубный рассказывает о том, что он говорит так, запомните эту дату, 22.08.2024 года. Дата изменит жизнь всех. То, что случится через три дня, затронет каждого. Неприкасаемых больше нет. Все зашло слишком далеко, и чем серьезнее вы отнесетесь к моей информации, тем легче вы перенесете произошедшее. Все, что было до того, покажется всем пустышкой. Я прошу вас отнестись к этому серьезно и больше предупреждать не буду. Но он, в принципе, не дает ничего, чтобы можно было сказать, что он о чем-то рассказывает, что будет 22. Да, 22.00, оно висит. Оно висит в воздухе 22.00 августа. Я думаю, что будут большие изменения. Мы их увидим. Что имел в виду тот человек, о котором я только что сказала, я не знаю. Но события будут меняться, и мы с вами будем наблюдать жизнь совершенно другую, которая вокруг нас разворачивается. Курьезный случай. Вот как вы отнесетесь к этому случаю. Хозяин птицефабрики отпраздновал свой день рождения в образе фараона. В связи с этой новостью вспоминается анекдот. Собрал Владимир Владимирович своих приближенных. Теперь у вас есть все. Квартиры, виллы, машины, яхты, самолеты. Пора бы уже и о людях подумать. Голосы с залом. Да, Владимир Владимирович, нам бы еще душ по 200 или 300. Помните, как Чичиков ездил покупать души? Ну, нам говорят, мертвые души. Но он и живые покупал. Он же не только мертвые души покупал. Так что это было совсем недавно, когда можно было купить души, друзья, сколько лет назад. Посчитайте. И вот словно в подтверждение этого анекдот в Ярославской области управляющий местной птицепабрики решил отметить свой день рождения. Его размах дошел до того, что работники предприятия использовались в качестве тягловой силы, а сам именинник играл роль фараона. А впереди шли мужчины, которые везли его в тележке. То есть здоровые белые мужчины везли своего фараона в тележке. А вы говорите, блины с лопатой это что-то невероятное. Блины с лопатой это еще хорошо. Каждый хоть сам себя запихивает. А здесь хозяина ведут. Везут на себе, везут. Но вот в данном случае людей поразило поведение работников, которые послушно исполнили роль рабов и впряглись в колесницу. Как удивительно быстро из бывших советских граждан сделали бессиловесных холопов. Так пишет автор, наблюдавший эту картину. Да, друзья, готовых на все ради удовлетворения прихотей нового хозяина жизни. Ведь еще лет 30 назад такое было невозможно представить. Рабочие сами бы подняли на виллы такого директора предприятия, решившего поиздеваться над ними таким образом. И страшно представить, какая участь постигла бы такого директора по партийной и административной линии. Сразу бы вылетел с должности и давал показания в КГБ. Сейчас же максимум, чем она делается, возмущение в социальных сетях. То, что людей используют сегодня как холопов, как рабов. Но это же вы наблюдаете и на своих предприятиях. Посмотрите 90-е годы. С чего все начиналось? Вы не помните, с чего начиналось? Масса девочек 13-летних. Я приехала тогда, жила я на Кутузском проспекте, приезжаю на Кутузский проспект. Вот у нас переход между домом Брежнева и моим домом переход подземный. Вхожу в переход и вижу, я своим глазам не поверила. Стоят девчонки, дети прям совсем еще, с ярко-красными губами, блондиночки все беленькие, светленькие. Они проститутки, они себя продают. Ну, я, 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 друзья, я была шокирована. Я не знала, что... Я быстро пробежала, я не поняла. И да, для меня это была новость. Ну, а потом все стало как. Если богатый мужчина, он начинает себе покупать секретарш. И все женщины продавались. А это рабство. Это обычное рабство. Это не по желанию. Это желание, это оно, знаете, специфическое. Женщины были без денег. Они не знали, куда идти. Страну рухнули и ухнули. Все на корню. И поэтому такое было рабство. Тоже рабство. И на этих рабах ехали. И они продавались. Мужчины продавались. Женщины. Я не беру только услуги такие физического значения. Но и все остальное тоже. Продавали все. Писали кому-то диссертации. Писали кому-то работы. Умненькие писали. Глупеньким. Все это было, друзья. Все это нормальное явление, в связи с чем развивалась коррупция. Потому что нужно было покупать людей из-за власти. Силовиков нужно было покупать. А у богатых денег прямо мешками вывозили. Вспомните фильм был у нас про МММ, который называется «Генерация Пи». Вы помните? Там деньги вагонами вывозили. Потому что так они, да, так они развернулись. Чуть-чуть бы ум. И все, и развернулись. И стали обманывать. А на ком зарабатывать деньги? На населении. Поэтому на бесправном и глупом населении зарабатывали деньги. Посмотрите фильм. Вспомните, как это делали в МММ. Умные были головы? Ну, конечно, умные. Они дерзкие были. Знали, что все можно. А ведь простой человек воспитывается как? Ему ничего нельзя. Потому он и раб. Потому что у него догма в голове. Ничего нельзя. И у него много догм, которые вбивают ему общество. Потому что каждый человек выбирает себе общество по своему развитию ума. Если ты хочешь быть дерзким, то у тебя и друзья вокруг тоже будут дерзкие. Если же ты хочешь слушать догмы и уповать на третью силу, что вот приедет барин, барин нас рассудит. Или там Господь спасет меня, потому что я такая хорошая. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что я деградация ума? Людей наблюдается активная. Спасут третьи силы. Спасет Господь Бог, потому что я светлый. Ну, какие вы светлые друзья. Воруете? Пьете? Едите мясо убитых животных? Трупное мясо? Как вы с детьми обращаетесь со своими? А как же вы можете быть ангелами, что ли, воплоти? Вы не можете быть ангелами? Тогда надо выбирать себе путь. Или ты выбираешь путь развития. Путь... Да, дерзкий путь, но путь развития. Или ты выбираешь путь деградации. Моление лбом. У кого крепкий лоб? Бегите. Лбом бейтесь. А пол? Это ваша дорога. Это та деградация, которую вы выбрали. Смешно? Смешно, друзья. Горько. На самом деле очень горько, что такое население, и его сформировалось очень много такого населения. Нет, не мало, а много. В основном такое население. А вот таких, как «Генерация Пи», или там... Я уже забыла. Я, может быть, и неправильно говорю. Один был фильм «Генерация Пи», да, а второй, по-моему, про МММ. Про Мавроди был фильм. Это... Я забыла, как называется. Не важно. Важно, что вы лучше меня знаете, российские фильмы. Я так иногда только смотрю. А вы лучше меня знаете. Поэтому, друзья, здесь уже нужно понимать, что есть дерзкие люди. А есть люди, которые связывают себя... Вот это, по-моему, в «Генерации Пи» показано. Связывают себя масонскими узами, масонскими всякими ниточками, веревочками. И это очень опасно, когда ты связываешь себя. Да, где-то ты хорошо живешь, до поры до времени. Но где-то могут прийти всякие неприятности, только потому, что ты не просмотрел дальше. И потому, что ты все-таки подчинился. Вот это система глупого подчинения, когда хочется хорошо жить, но хочется быть рабом. Вы понимаете? Каждый себе начинает доказывать, что хорошо жить, значит, это быть рабом у кого-то. А не рабом нельзя быть. А ведь не быть рабом, нужно иметь голову на плечах. А голова-то не каждому дана. Ум дан не каждому. Поэтому многим легче быть рабом. Во всех смыслах давать свое тело в эксплуатацию. Свой ум, свое тело отдавать в эксплуатацию. Это раб, да? И поэтому, если вас заставят завтра пахать плугом, а лошадей всех заберут, то здесь не будет никакого фейерверка чувств. Не должно быть у вас. Потому что вы должны быть готовы, что вы уже сегодня согласились на рабство. И чем больше человек кричит, что он не раб, мы не рабы, рабы не мы, кем он, конечно, больше себя загоняет в рабскую колесницу вот так вести своего хозяина. И даже Путин сказал, что раб на галерах. Конечно, он тоже подчиняется чему-то. Но он раб, выксакопоставленный. Он царь. Его поставили царствовать. А быть рабом, вот таким крестьянином, канализационным рабом, это уже другое дело. Это совсем другая ситуация. Поэтому всегда включайте ум и никогда не думайте, что подчинить, отдать свое тело на растерзание в качестве рабского такого подарка своему хозяину, это не значит, что вы выиграете что-то. Нет, друзья. И здесь не помогут вам никакие молитвы. Никакие. Поможет только включение мозговой деятельности, вот включили мозг и получите себе нормальную жизнь. А не сможете включить, значит, будете впрягаться в колесницу своего хозяина. Даже если он не очень богат. Но он здесь на районе у себя фараон. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Сегодня 19 августа 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok